И мальчики, девочки, всем привет от Кэт из городка Вискосвилл. И сегодня у меня настроение такое очень ностальгичное. Я нахожусь сегодня на кладбище. Так что решила вам сделать такой репортаж, но оно не будет очень грустно. История не будет грустная, репортаж, моё видео не будет грустное, потому что мы не грустим. Поэтому люди некоторые уходят из нашей жизни. Так, значит, у них было написано на судьбе. Хочу вам рассказать быстро, но не смейтесь надо мной. Я не знаю, что это такое, от чего и откуда это пришло. Но когда я была маленькой девочкой, я помню, мама меня брала с собой в церковь. Мама пойдёт в церковь, между прочим, в Санкт-Петербурге, Александровская церковь. И мы туда очень часто ходили. И рядом с самой церковью находилось большое кладбище. Так вот, мама пойдёт на службу, поставит свечку. А я всегда ей говорила, я тебя буду ждать на улице. А сама пойду и начну бродить по кладбищу. Я не знаю, что это было. Но я до сих пор помню это чувство, что я была просто заворожена этим местом. Оно на меня как-то влияло и действовало очень-очень-очень интересно и странно. Я ходила, я забывала про время, я забывала про всех и про всё. Я ходила, сколько мне было туда, я даже не знаю, может быть, 7-6 лет. И я читала надгробные надписи, имена. Я высчитывала, сколько человеку было, когда он родился, когда он скончался. Я представляла их лица, если не было фотографии. Если была фотография, я представляла их жизнь. Как у них, что у них было, как они ушли из жизни. Я не знаю, что это такое. Я была маленьким ребёнком, но у меня какая-то была тяга. Я не знаю, что это такое. Не подумайте, что я ненормальная. Но это необъяснимое. Я не знаю, что это такое. Я не верю в загробную жизнь. Но я верю больше в переселение души. Мне кажется, что один человек, когда уходит из жизни, его душа переселяется в нового родившегося человека на земле. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то верит в Бога, кто-то нет. Вот я чувствую вот так. Вот ещё, что у меня какая-то тяга была. Тоже, пожалуйста, не подумайте, что мне надо уже в Склифосовского. По-моему, так называлась больница в России. Я всегда испытывала какую-то тягу к военной тематике. Война, которая была с Германией. У меня, я не знаю, что это такое, но у меня такое чувство, что если я жила в прошлой жизни, если моя душа жила где-то в прошлой жизни, это было время как раз, когда была война, и, наверное, какой-то человек погиб в то время, и душа этого умершего человека переселилась в меня, потому что меня интересуют очень такие моменты, которые наше поколение уже не интересуется. Война, всё, что с ней связано. Поэтому вот такие вот у меня странности, ребята. Я не знаю, в детстве я любила гулять по кладбищу, и сейчас я просто проезжала мимо и решила заехать. Вот, пожалуйста, это у нас американское кладбище. Я приехала сюда не без причины. Я приехала, вот если вы видите такое новое место, ещё даже нету камня. Там у меня похоронен брат мужа. Он умер прошлым летом, ему было 40 лет. Он был очень здоровый, атлетичного телосложения. Он никогда не пил, он никогда не курил. Но последнее время он много проводил. Время за компьютером. Особо не двигался. И в один день, между прочим, когда я была в отпуске, нам позвонили, мы находились в другой стране, нам позвонили ночью и сказали, что он скоропостижно скончался. У него оторвался тромб в лёгких. И он практически задохнулся от кровотечения. Не хочу он вас наводить на грустную волну. Я уверена, что сейчас он находится в лучшем месте. Так скажем, я верю, что Бог или какие-то силы, которыми управляют нашей жизнью, забирают всё-таки лучших людей. Не знаю, кто как, но из моего опыта я просто убедилась, что очень хорошие люди покидает этот мир быстрее всего. Ну и вот такое вот кладбище. Здесь просто вот на этой стороне люди похоронены, которые были кремированы. И просто там вот такие вот флажочки ставят, и на земле маленькая табличка с именем. Отсюда даже не видно. Это с правой стороны. А вот с левой стороны здесь уже такие плиточки. Это люди, которые были захоронены, не кремированы. Они были захоронены. Ну и хочу вам сказать, что вся эта процедура похорон в Америке очень-очень дорогая. Не знаю почему. Как? Земля, наверное, дорогая. Сам процесс очень дорогой. Ну вот, вот такие вот плиточки. Конечно, таких супер-мупер, как у нас в России, здесь такого я не видела. Здесь не изощряются. Я тоже думаю, зачем это все изгаляться, какие-то памятники ставить. Памятники людям надо ставить при жизни. Говорить добрые слова, слова любви при жизни. А после, когда они уходят отсюда, мне кажется, это уже не имеет значения. Так что вот такое вот у нас кладбище. Оно очень старое. Оно находится у нас практически недалеко от центра города. И вон там, видите, за ним жилые дома начинаются. Как говорится, кто там живет, у них спокойные, хорошие соседи. Они их никогда не подбеспокоят громкой музыкой или какими-то соседскими проблемами. Ну вот, на этом я буду с вами прощаться. Это была Кэт из городка Вискосвилл. Bye-bye.